Ребята, всем привет! Добро пожаловать на новое видео. Как вы видите, я сейчас со своей бабушкой. И это видео, в общем, это результат опроса, который я проводил на патреоне. Я спросил у вас, предложил вам несколько вариантов для видео, и один из вариантов был идиомы с бабушкой. Вот, большинство выбрало идиомы, поэтому мы записываем это видео. Блин, баб, ты... Мои молчания... Свои молчания меня это... Мне неловко. Ну поздоровайся хоть, не знаю. Давай, баб, поздоровайся. Добрый день. В общем, я нашёл одну статью в интернете, и там собрали 10 странных идиом, и их изобразили. В общем, я ссылку оставлю в описании, чтобы мой канал не закрыли. Ну, в общем, мы выбрали три. Три идиомы, и бабушка сегодня будет объяснять значение этих идиом. Готова? Ну да. И первая идиома — это делать из мухи слона. Что же это? Ну, делать из мухи слона — это, значит, из маленькой-из маленькой проблемки раздуть такую проблему всемирного значения. А ты сама используешь это? Ну да, бывает. И какой ещё, например, может быть, пример? Ну, например, молодой человек опоздал на свидание на пять минут. Девушка очень обиделась и раздула это до скандала. Интересно, что используется вот именно муха и слон. Ну, вообще, для начала нужно объяснить, что такое муха? Ну, это маленькое-маленькое существо, и слон — это огромное животное. Да-да-да. В общем, я добавлю картинки. Я прочитал о происхождении этого фразеологизма, и корни, в общем, берут от французского выражения faire du mouche en éléphant. Вот. Так что спасибо французам за прекрасный фразеологизм, а мы идём дальше. Следующий наш фразеологизм — это заморить червячка. Баб, объясни, что такое. Заморить червячка — это значит, допустим, голодный человек, а покушать ему совершенно некогда. И маленький какой-то перекус можно назвать заморить червячка. Да-да-да. И тоже червячок, опять же, начнём с слов. Червячок — это что? У нас есть червяк и червячок. Вот в чём разница? Ну, червячок — это маленький перекус, запустим. Ну, это если червячками питаться. Червяк — это, в общем, такое животное тоже, и червячок — это уменьшительно-ласкательное от него, то есть маленький червячок. И заморить — это значит убить. Вот. И происхождение тоже интересное, то есть мы опять же взяли это выражение у французов. У французов есть такое выражение. Если смотрят французы, то и его нет, то поправьте, но я прочитал, что есть такое выражение. То есть убить. И здесь созвучно и червячка, и стакан. В общем, я сейчас прочитаю. Эта фразеологизм является калькой или французским «tuël ver» или испанским «matar el gussanillo» — буквально «убить червя», «выпить натощак рюмку водки или белого вина». Происхождение этого выражения связано с средневековой медицинской практикой дезинфекции желудка с помощью спиртных напитков. Вот. В общем, вот так. И следующее, и уже последнее на сегодня выражение, фразеологизм — это... Что у нас там было? «Рак на горе свистнет». Мы... Подожди. А, ну да. Это «когда рак на горе свистнет». Ну, «рак на горе свистнет» можно объяснить так, что наобещают гору чего-то, и на самом деле это никогда в жизни не исполнится. Ну, допустим, человек, общаясь со своим другом, допустим, пообещал ему что-то такое несбыточное. Друг его надеется, что, возможно, это будет. Но на самом деле «рак на горе свистнет» — это никогда не исполнится. Поэтому... А «рак»? Что такое «рак»? Ну, «рак» — это обещание... Нет, «рак» — это животное. Ну... Правильно? Ну да. «Раки», как известно, обитают под водой, и очень редко вообще вылазят на сушу, ну и вообще не умеют свистеть. И тем более на гору. И тем более на гору, да, и свистеть не умеют. Собственно, вот какое из этих выражений ты используешь чаще всего? Ну, понемногу как бы. Все используются. Но во всяком случае я их слышу. Ну да, тут ещё было несколько выражений, о которых я даже не знал, но бабушка знает. Например, «После дождика в четверг», «После пятницы в четверг» и «На морковке на...» — «Заговенье». — «Заговенье». Вот. Это всё, когда рак на горе свистнет, это всё то же самое. В общем, вот это видео небольшое. Напишите, какое вам выражение показалось наиболее смешным, интересным. На этом всё. Спасибо, что смотрели. Пишите комментарии, и увидимся в следующих видео. — Спасибо, всего доброго. — Пока. — Пока-пока. — Вот. И ещё хотел сказать, выразить бабушке благодарность за то, что она согласилась с применением участия в видео. Я так понимаю, это твоё первое участие в видео за всю жизнь, нет? — Конечно. — Вот. Поэтому записывать видео вообще, в принципе, сложно. И что бабушка решилась на такое, это круто. Можете написать ей спасибо в комментариях. — Всего вам доброго. Спасибо за внимание. — Всё. Пока. — Пока. — Ой, Тёма, ну ты даёёшь. — Субтитры сделал DimaTorzok